3 ноября 2024 год. По поводу того, я объяснял, что россияне напали, да, то есть мы были вполне себе пророссийски настроенными харьковчанами, ну я как харьковчанин, да, там, до 14-го года. Когда к тебе приходят там соседи, захватывают Крым, захватывают там, вот как у меня, облураду там 1 марта 14-го года, до всякого АТО, россиянин там сорвал после штурма этого здания, сорвал флаг Украины с крыши этого обладминистрации, поставил туда российский, это поганый триколор, да, потом он, почему я говорю, что это россиянин, это гражданин Российской Федерации, потому что он потом с большим удовольствием давал интервью и рассказывал, как он это делал, он делал на крыше этого здания селфи, когда он снимал этот флаг. Мне после этого, как я это видео выложил, пишут, а вот вы там во Львове что-то захватили там еще гораздо раньше. Вас, товарищи россияне, как вообще колышет, что у нас во Львове происходило? Моторола это гражданин Российской Федерации, и именно он, есть на видео, возле консульства у нас в Харькове, российского, где они зачитывают петицию, ну то есть кто-то перед ним стоит, зачитывают, он стоит у него за спиной, и зачитывают о том, что Путин в виде войска, мы там объявляем, трава, та и все вот эти, то есть это гражданин другой страны, то, что у нас во Львове делается с львовянами, или там, я не знаю, в Донецке с дончанами, понимаете, или в Харькове, с Харьковом сейчас, это наше украинское дело. Вы понимаете, когда у вас там в Москве в 93-м году Ельцин тупо танками расстреливал Белый дом, парламент, правда? Было такое? И что после этого? Мы что имеем право после этого? Ну мы не важно, украинцы, американцы, японцы, кто угодно, из-за того, что вы у себя там внутри расстреливаете Белый дом, или, блин, с чеченцами там вот это творили, что вы сносили грозные с лица земли и стирали. Вы думаете, это дает кому-то в мире право приходить после этого у вас заибирать там, я не знаю, Урал, или что-то такое? То есть что из-за того, что у нас там во Львове кто-то разбирался с Беркутами там, или я не знаю, что вы имеете в виду? То есть какое-то право дает вам захватывать там Крым, то есть как это у вас связывается? Вы там пишете, вы там кричали про геляку вот этого, и что? Россияне называли, я при Советском Союзе, я при Советском Союзе жил, как россияне называли нацмены, вы знаете, что такое нацмены? Молодое поколение в Украине даже не знает, что этот термин обозначает. Национальное меньшинство. Такого количества эпитетов, которыми россияне называли там всякими, я просто сейчас не буду это перечислять, да, от Чукчей там, да, как называли Чукчей, или как называли Каукасов, потому что если я сейчас это выложу, это заблокирует это видео, потому что, ну, как бы нельзя оскорблять так людей. А вполне нормально, то есть никто не считает, как они называют россияне, украинцев там, белорусов, и они считают, что это все нормально, ну это ж типа, блин, мы ж тут хозяева там у себя в России, а вы там? Так вот, я про что хотел сказать, то, что, то, что там оскорбляют кто-то кого-то, это одно дело, если сосед с соседом ругается через забор, они могут друг друга оскорблять как угодно, да, это еще как бы, блин, просто говорит о невысокой культуре общения, но когда человек заходит через этот, вот ты меня обозвал, я перелез через этот забор и забрал у тебя делянку, блин, как вы Крым забрали в 14-м, вы серьезно, вы думаете, это вас оправдывает? Ну, по-моему, никто в мире так не считает, и мы свое вернем, блин, так или иначе, раньше или позже, уж поверьте, те вот эти количества, которые тут, ладно, не будем на этом, у меня сейчас хорошее настроение, я только что посмотрел, как в Курске, вот это, в города, где не было украинских войск, но где были российские войска, да, мирные жители оттуда российские ушли, потому что боялись, что попадут под оккупацию украинскую, и там зашли российские войска, и как они размародерили нахрен, какой же там коренево, коренево, там никогда не было украинских войск, там были только россияне, я сейчас посмотрел видосики, очень много разных видосиков, где просто спрашивают люди, ну хорошо, вы взяли то, вы взяли все, зачем вы все поломали? То есть у россии, ваши же россияне, то есть, и вы потом удивляетесь, что зачем, никто не воровал пылесосы, там в буче никто не воровал, вы посмотрите, что ваши войска на вашей территории же делают. И еще мне понравился, конечно, Трамп с этим микрофоном, конечно, он показал, я надеюсь, что с ним будет 5 ноября, через пару дней. Ладно, все будет Украина, не переймайтесь, все будет Украина.